Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в руках и небольшой фильтр от компании Sun Sun. Для маленьких аквариумов до 50 литров. Преназначен он для креветочников и для небольших травников. Что хочу сказать о компании Sun Sun. Я лично использую, если китайцы, то я использую достаточно много у меня помп этой фирмы. И одна из них даже на 15 тысяч литров в час. И все они зарекомендовали себя достаточно неплохо по соотношению цены и качества. Я никогда не использовал маленькие фильтры этой компании. Поэтому давайте посмотрим, что же собой представляет этот фильтр. Коробочка такая, конечно, кордон добротный. Не то, что там у других китайских производителей на кордоне не экономили. И вот вы видите, толстый такой хороший кордон, упаковочка хорошая. Значит, в комплектации у нас идет сам фильтр. По внешнему виду он очень похож на фильтр от компании Atman. Сразу хочу сказать, что комплектация достаточно такая неплохая. Здесь даже флейта в комплекте есть. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как это все можно собрать в кучу. Во-первых, к этому фильтру идет в комплекте вот такая вот флейта. То есть крепится она вот таким вот образом. В креплении дождевалки есть направляющие, которые не дают ей крутиться. Вот, и таким вот образом она крепится. Можно направлять поток воды в разные стороны. Это очень большой, огроменный просто плюс. Учитывая, ну скажем так, дешевизну такого фильтра, дождевалка в комплектации, это огромный плюс. Значит, есть еще вот такая вот насадочка. К ней идет вот такой вот шланг. Ну, я думаю, все вы понимаете, для чего это нужно. Для обогащения воды воздухом. То есть вот таким вот образом это все собирается, крепится и обогащается вода воздухом при необходимости. Ну и, собственно, давайте посмотрим, что внутри этого фильтра. Значит, внутри у нас идет, ну, это среднепористая мочалка. Она монолитная идет, без дырок, без всяких пор. И сразу хочу отметить то, что мне нравится, что отверстия на кассете расположены вот по всем углам. То есть вода, забор воды будет равномерно идти со всех сторон. И, соответственно, фильтрующий материал кассети будет работать равномерно. Это большой плюс. Ну, наверное, минус в том, что все-таки мочалка достаточно большая, достаточно плотно сюда заходит. И забиваться она будет достаточно часто. Лично я, используя такую мочалку, я бы все-таки ее разрезал напополам и добавил вот именно ту часть, где вот идут отверстия, я бы добавил все-таки крупнопористую мочалку. Ну, каждому свое. Значит, две присоски находятся на самой кассете фильтровочной и две присоски находятся на самой головке фильтра. Есть вот такой вот ограничитель. Для ротора. Ну, и, собственно, сам ротор. Сейчас мы его достанем. Ротор маленький. На шесть лопастей. Ну, и заявленная мощность производителем. Сейчас мы посмотрим инструкции. А, к сожалению, все на буржуйском языке. И, к сожалению, в инструкции не написано, какая мощность. Ну, а сейчас мы обратимся в интернет и посмотрим. Значит, интернет нам говорит, что мощность этого фильтра 350 литров в час. Потребляемая мощность электроэнергии 5 ватт в час. Подъем воды до 0,6 метра. И предназначен для аквариумов от 20 до 50 литров. Ну, если взять размер самого фильтра, то он достаточно маленький и в небольшом креветочнике его будет достаточно легко спрятать. Давайте попробуем все собрать на место. Значит, ось здесь достаточно толстая. Она идет металлическая, не керамическая. Есть вот такая вот крышка. Крепится она достаточно плотно, не слетает. Нужно приложить некоторые усилия для того, чтобы эту крышку снять. Это радует. Достаточно легко снимается кассета. Это мне, конечно, не очень нравится. Собирается вот таким вот образом. И вот так вот фиксируется. И, кстати, друзья мои, здесь есть регулировка мощности фильтра. И достаточно она плавная. Ну-ка, давайте посмотрим, как она здесь работает. Вот вы видите, да? Есть возможность полностью перекрыть подачу воды. И вот плавно можно изменять мощность фильтра. Это большой плюс. Ну, что хочу сказать относительно этого фильтра. Достоинств очень много. Очень много достоинств в том плане, что отверстия в кассете фильтровочной расположены по всем углам. Но, правда, можно было бы их, конечно, сделать и вот здесь. Но это такое. Главное, что наполнитель будет работать равномерно. Это первое. Второе. Понравилась очень комплектация. То есть, есть в комплекте дождевалка, есть в комплекте насадка для обогащения воды воздухом, есть регулировка мощность, подача мощности воды. Ну и на задней части находятся четыре присоски, достаточно большие для такого размера фильтра. Сам фильтр небольшой. Его достаточно легко спрятать в аквариуме. И с помощью дождевалки организовать течение в нужную нам сторону. Ну что ж, давайте поставим его в аквариуме, посмотрим, как он работает и как работает эта дождевалка. Честно говоря, мне самому очень интересно. Так, ну что ж, проверять этот фильтр будет нам достаточно интересно. В связи с тем, что это первый из китайских фильтров, в котором и в комплектации идет дождевалка. Давайте погрузим его в воду. Так, поехали. Запустился он практически сразу. И сразу хочу сказать насчет обогащения воды воздухом. То есть, что-то ему мешает. Наверное, этот шланг перегнулся. Вот, пожалуйста, как он обогащает воду. Вот так вот этот фильтр работает на максимальной мощности. И снижаем мощность до минимума. Вот видите, мощность падает несущественно. Это первое. Второе. К сожалению, при поднятии головки над уровнем воды фильтр перестает работать вообще. И посмотреть, какая все-таки у него мощность подачи воды у нас не получится. Хотя, попробуем сейчас сделать вот так. Ну вот, вот такая вот... Ого! Друзья мои, а мощность-то у него... Еще-то... При полном погружении... Вот, пожалуйста, что исполняет этот фильтр. Видите сами. Достаточно мощный, я бы сказал. Давайте попробуем его проверить. Погружаем на глубину где-то сантиметров 20. Вот, пожалуйста. И идет отличное обогащение воды воздухом. Погружаем его еще глубже. Где-то на сантиметров 30. И мы видим, что подача воздуха прекратилась. То есть, постепенно начинаем поднимать обратно. И вот где-то на глубине сантиметров 20 подача воздуха возобновилась. То есть, если вы хотите использовать такой фильтр непосредственно для аэрирования аквариума, то глубоко погрузить его вам не получится. Насчет присосок. Значит, присоски держат... Ну так, достаточно хорошо. Видите сами, да? Оторвать их достаточно сложно. Вот. Так что здесь можно поставить твердую четверку. И давайте сейчас подключим к нему дождевалку. Посмотрим, как он работает с дождевалкой. Так, ну что. Пробуем опускать наш фильтр с дождевалкой. Опускать воду. И проверим, на какой глубине она у нас начнет работать. Вот, пожалуйста, дождевалка над уровнем воды. Где-то сантиметров 5. И вот так примерно она уже у нас работает. Видите сами. Результат достаточно неплох. При более глубоком погружении, в принципе, ничего не меняется. То есть, свою основную функцию дождевалка делает. Что ж, при своей цене и комплектации, я бы сказал, что этот фильтр один из лучших, наверное, китайских фильтров, обзоров на какие я делал. Так что советую вам на него обратить внимание. Очень хорошая комплектация, очень хорошая мощность фильтра. Единственный минус, наверное, в том, что на большой глубине все-таки осуществлять аэрацию с помощью этого фильтра у вас, друзья мои, не получится. Я надеюсь, этот обзор был вам полезен. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok